Сегодня мы с вами посмотрим на партию за Литву, за страну, которая может сломать игрока даже на Польшу, если тот не будет ей уделять должное внимание, а связано это с новым древом фокусов, которое нам с вами позволяет взять и сделать королевство Польши своим личным союзом, что при грамотной прокачке позволит нам даже без всяких проблем получить всю Польшу, а следующим же фокусом ее присоединить и сделать национальной. То есть мы с вами за короткий промежуток времени из маленькой слабой державы превратимся в вполне себе неплохого местного гегемона, вдобавок к этому нам не придется воевать с немцами и мы можем полностью сосредоточиться на советах, а уже потом прийти к немцам, ибо, вдобавок к этому, у нас тут есть одна интересная ачивка, за Литву контролировать Ригу, Варшаву, Бранденбург и Каунас, то есть, проще говоря, столица всех соседей. Если три столицы мы возьмем без проблем, то с немцами нам придется повозиться, но думаю мы с вами справимся. А сейчас погнали, со старта Литва очень слабо, в армии всего 17 тысяч человек, кроме того много разнообразных дебафов, но ничего не поделаешь, погнали заново созывать сейм, чтобы уйти в литовский особый путь и в король для нашей нации. И вы, наверное, заметили, что я быстро и на все комменты стараюсь вам отвечать, а связано это с тем, что я нередко сижу через телефон в ютубе, отслеживаю новые комменты и стараюсь поддерживать с вами общение. Но зарядка на телефоне не вечная, чтобы было удобно, надо бы, наверное, пауэрбанк себе подыскать, а для этого давайте зайдем на Е-каталог, и тут, смотрите, прям сразу же пауэрбанк и аккумулятор есть, и мы тут уже можем удобно отсортировать по емкости, сколько нам надо, давайте возьмем побольше. По производителям, честно говоря, я не особо разбираюсь, ну и по остальным характеристикам тоже, поэтому давайте 218 вариантов, сейчас посмотрю поподробнее, подберу несколько самых таких приглянувшихся, и потом вместе с вами посмотрим на них поподробнее. В итоге вот таких вот 4 вариантика я себе подобрал, они все на 20 тысяч, понятное дело, что реальная емкость у них поменьше, ну и здесь можно как раз поподробнее изучить основные характеристики, сравнить что к чему и подобрать наиболее такой интересный вариантик. Из всего этого я, наверное, остановлюсь на последнем варианте, давайте заценим его получше и поподробнее, здесь у нас немало разных фоточек, как самого сайта, так и от покупателей, кроме того, есть отзывы, здесь можем заценить плюсы-минусы, прочитать какие впечатления у народа от данной покупки, ну и в целом, посмотрите-ка, все радует, это приятно, особенно радует то, что долго держит заряд, и нет никаких недостатков. Вдобавок к этому, на Е-каталоге мы можем сравнить с вами и цену, 500 с лишним рублей разница, и он нам выдаст себе магазины и цену, ну например, самое ближайшее и дешевое это МТС или МВидео. И вот так вот легко и просто найти себе обновку и вдобавок к этому еще сэкономить, так что если вы тоже хотите что-то себе приглянуть, то заходите по моим ссылкам в описании на Е-каталог и радуйте себя новыми покупками. В начальном этапе вы столкнетесь с небольшим таким ростом уровня угрозы от Железного Волка, но я сразу же с ним решил разобраться, притом изгнать Вальдемареса нам все равно нужно, чтобы в король для нашей нации выйти, и заодно искреняю это движение. При этом фокусы нам вот эти вот будут доступны, и бонусы мы от них с вами тоже получим, так что в будущем мы это добро тоже с вами возьмем и укрепим нашу армию. И тут есть одно уникальное литовское дело, это аграрное общество, которое режет нам военное безнаселение, фабрики, так еще и объем заводского производства. Ни у Латвии, ни у Эстонии этого нет, а у нас с вами есть такой неприятный дебаф, который между прочим снимается вот здесь вот, в том же самом поддреве, который есть у других стран прибалтов, но там у них нет дебафов, у них просто бонусы идут. А вот так вот нам придется вам еще и с аграрным обществом в будущем разобраться, то есть по всем фронтам нам надо нашу страну поднять и укрепить. Но несмотря на все это, мы скоро станем сильными. 11 ноября 1936 года, король Миндаугас III. Да здравствует король! Пока у нас правда у руля еще тот же самый лидер, но уже король есть, которого мы сейчас постепенненько по фокусам приведем к власти. Для этого нам надо два фокуса посеемся, потом за 35 дней он станет лидером и будет нам давать неплохие бонусы даже в армии. И все, да здравствует наш с вами король литовский, который следом будет поддерживать монархистов Польша, нам откроет ряд уникальных решений, ну а дальше вооружить бойцов монархистов сможем, чтобы еще быстрее оказывать влияние на нашего соседа. По поводу же армейского опыта, который у меня уже почти 60 единиц, я во-первых сюда вложился, кроме того, посмотрите, здесь на 0.12, здесь на 0.9, на 0.9, на 0.9. И в итоге 0.4 единицы опыта каждый день. Открывается у нас поддержка монархистов Польша и наши претензии на регион Польши. Здесь как раз за политическую власть изначально, а потом еще и за командные ресурсы, за фабрики, и за оружие можно постепенно поднимать поддержку монархии. Нам ее с вами надо добить до соточки, и тогда уже следующим фокусом королевство Польши у нас точно Польша станет нашей. Давайте пока вооружим бойцов монархистов, чтобы нам было с вами попроще влиять на Польшу. И сейчас нам можно было бы пойти в претензии на Ливонию, но я советую вам подождать, чтобы они раскачали ветку фокусов и увеличили промышленность у себя. Сейчас ее как раз мало, а потом они до 10 где-то гражданок доведут, несколько военных еще могут получить. То есть где-то примерно к 39 году стоит на них надавить и захватить. А пока можно подождать. 3 декабря 37 года у нас 100% сила поддержки. Сейчас дожидаемся королевского реформирования. Избавляемся от дебафов, от недостатка финансирования армии. И следующим фокусом берем королевство Польши. В итоге у нас теперь, смотрите, компетентная армия, которая просто прирост армейского опыта плюс 0,1 делает. И итого у нас 0,51 опыта каждый день. Остается несколько дней, мне радует. Время пришло, литовский народ требует, чтобы Игнаций Масницкий был свергнут, и монархисты готовы изложить прельсу свои требования. Литва захотела, а в Польше такие монархисты. Ладно, 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 давайте свергаем нашего правителя и ставим у руля вообще правителя другого. Но, посмотрите, нам не повезло, здесь гражданка. Хотя, знаете, вроде бы гражданка, но знаете, в чем суть? Вот, та самая Польша в Варшаве, с нулем дивизий. А та Польша, которая за нас, вот здесь вот, и у нее армия есть, видите, она уже давит. И это, кстати, очень интересно, что даже если игрок будет сидеть вот здесь вот, и в итоге его откинут, он также будет в одной Варшаве и без войск. Когда мы в совместке играли с Исклом, это было. И, как видите, сейчас просто без проблем победа, все, да здравствует, новая Польша. Сейчас дождемся только мира, как видите, неплохо, да, здесь польский легионер у власти был. И пока еще остается атака защиты дивизии и еженедельные людские ресурсы в изгнании. Жалко, что он не изгнан, но все, Польша наша. 17 февраля 38-го года это наш вассал, который сейчас как раз спокойненько занимается 4-летним планом, и я надеюсь, будет застраивать себя активно фабриками. Ну а мы с вами можем просто и спокойно, следующим фокусом, восстановить содружество и присоединить эту страну к себе. Без всяких подготовок, без всяких сложностей, получить все это добро национально. Ну а я пока подожду, пускай он позастраивается. 20 апреля 38-го года, как раз-таки у соседей уже достаточно много промышленности, можно еще подождать, пока они до военных дойдут, но это достаточно долго. Нам тоже бы мощь надо нарастить, потому что советы в скором времени на нас пойдут, поэтому давайте заявить претензии на Ливонию. 29 июня 38-го года получаем претензии на Ливонию, сразу же объявляем войны, и воевать я буду в основном польской армией. Лишь несколько моих элитных дивизий здесь в бой тоже вступят, и давайте им поставим с вами агрессивные планы выполнения. Как видите, на фронте с нами особо дивизии нет, так что это будет легкая и быстрая победа. Просто наши войска сразу же вперед, при том, как видите, прорывают неплохо, хорошо идем. Давайте тоже быстрее, побыстрее ко всем победным территориям их отправим. Эстон с кармией тоже проблем особых не доставляет, мы с вами неплохо, достаточно так и быстро прорываемся. Захватили уже парочку победных территорий, все. Марш до Таллина. Они уже почти без снаряги, без всего, и все. Сейчас Сталин падет, давайте здесь только задержим эту кавалерию. Это победа. Все, все земли Прибалтики наши. Давайте замеряемся. И по итогу 5 августа 1938 года все эти земли наши. Кроме того, они все национальны. Так что у нас здесь немало призывников и промка, смотрите, 30 фабрик и 13 военных заводов, и недавно у нас всего 9 было. За 30 с небольшим дней мы с вами промышленность просто в 4 раза приподняли. А еще и впереди Польша. Ну а с ней можно немножко повременить. Немецу еще целый год. Значит, подождем, пока Польша, я надеюсь, возьмет важные вкусные фокусы на промку. Ну а по поводу застройки железными дорогами, да? Инфраструктура у нас будет добавлена в этих трех и еще в шести других. То есть мы по всей Прибалтике поднимем инфу. Это, кстати, удобно. Надо Польшу будет присоединить и инфу везде-везде-везде поднять. Заживем. Возможно, я сейчас себе испорчу эту кампанию и усложню, но советская взаимопомощь. Когда пакт Молотова-Риббендропа будет выполнен. А он ведь не будет выполнен. Советы нам должны уступить Вильно. Я просто это хочу взять, потому что дальше победа в доверии, которая нам поддержку войны дает, еще опыт армии и прирост командного ресурса в день. Кроме того, открывает нам потом возможность как раз в неразделимую силу государству идти. Конечно, здесь тоже прикольно, но от Польши мы скоро избавимся, поэтому этот путь нам не светит. А давайте так, что советскую взаимопомощь прокачаем. Интересно, правда, стали бы советовать в таком случае нам хоть как-то помогать. В итоге у нас 0.61 прирост опыта в день. И вдобавок к этому, посмотрите на доктрины, они у нас стоят... Ага, у нас тут скидочка, так что несколько доктрин придется взять. Ладно, давай. 25, а следом, смотрите, доктрин у нас стоит 75 единиц. То есть у нас хороший прирост опыта. Кроме того, у нас хорошее снижение цены. И посмотрите, просто мы сейчас сколько доктрин с вами откроем. У нас ноябрь 38-го года. Мы уже с вами дошли до механизированного наступления, не ведя, по сути, особо войн. И вдобавок к этому, я потратил еще сюда, на профессиональный офицерский корпус. И не прям с самого старта брал советников. То есть можно вполне себе добиться даже досюда и дальше пойти. То есть, прикиньте, мы с советами, либо же с немцами будем встречаться, а у нас доктрин-то на хорошем уровне. И мы без проблем можем даже выстоять. А вот и оно. У нас тут лесные братья, а Германия требует мемель. С одной стороны, противостояние с немцами и попытка их выиграть, что в целом вполне себе возможно. И я бы даже сказал, не такое уж сложное дело. Мы с вами много раз побеждали чисто польской даже армии, и здесь у нас еще больше сил. Но я хочу немножко усложнить себя, да и как бы разыграть так, что мы отдаем мемель. Уступаем, так как мы сейчас слабы, а потом наберемся сил и вдарим в ответку. Да, мы должны согласиться. Забирайте мемель, я все равно его особо не застраивал. Пускай он будет вашим. Все же я в апреле 39-го года решил взять и восстановить содружество. Все равно Польша уходит вообще не туда. Я надеюсь, что она пойдет в промку. Но она в итоге взяла себе ячейку исследования, отменяет здесь сегрегацию. Хотя могла бы, например, взять военные заводы, железные дороги настроить. Ну да ладно, жалко, что нельзя, кстати, своим вассалам указывать, какие фокусы брать было бы так удобно. Притом, с учетом того, что они наш личный союз, то как бы мы должны ими управлять. Но вот не судьба. Кстати, войска от Польши я тоже взять не могу, ну то есть обучить. Я здесь даже шаблоны их скопировать не могу. Так что долго их держать тоже личным союзом смысла нет. Ну и давайте вместе с вами дожидаемся в июне 39-го года. Все. Мы с вами сделали Польско-Литовскую унию. У нас там, кстати, какой-то фокус пропустился. А, захват Восточной Пруссии. То есть они теперь не станут нашими национальными. А, ну логично. Они и так уже стали нашими национальными. Мы получили, кстати, претензии на ряд земель. Добавок к этому у нас еще есть заявить претензии на Большую Литву. То есть еще больше земель мы получим как у Советов, так и у немцев под свой контроль. Что ж, неплохо. Столица у нас осталась все там же. У нас теперь больше войск. В армии сейчас 433 тысячи. Это не так уж и много. Но сейчас будем наращивать свои силы и готовиться к противостоянию с Советами. Ибо уж они на нас точно в скором времени пойдут. Ну а промка. 50 фабрик, 43 военных завода и 4 верфи. В целом, думаю, нам этого хватит. Ну и, конечно же, удобно, что нам шаблоны тоже от Польши надавали. Они, конечно, может быть, 7 на 2 уже не идеально, но хотя бы допки распределены, что меня радует. Так что можем их немножко изменить и активно использовать. А вот теперь уже в июне 39 года можно заняться восстановлением железной дороги. Посмотрите, на 25 областей получим инфраструктуру. А между прочим, инфа стоит так-то 6 тысяч, а мы их 25 единиц сейчас просто за один фокус получаем. Можно, конечно, приберечь этот фокус и для более поздней игры, но я думаю, сейчас самое оптимальное, чтобы нам с вами производство поднять, а заодно и страну застроить, дабы проще было войска на границе размещать. В итоге немец, не имея возможности взять Данцик, в июле 39-го идет уже на Нидерланды. Кстати, интересно, что... А, все, вступились. Я уже думал, когда они вступятся, вот вступились. Ну, а против нас уже советы начинают быковать. Начинают оправдывать войну, и в скором времени нам пролетит ультиматум. Что ж, имея, конечно, 600 тысяч, тяжеловато будет сопротивляться, но понадеемся на успех. Посмотрите на эту красоту, у нас теперь почти везде четвертый уровень дорог. И это бустит неплохо, на самом деле, промышленность в регионах. Теперь по границе войска будет намного проще поставить. Снабжения нам везде должно хватать. Мы получили теперь одни бонусы от аграрного общества, это минус 5% фабрик, что в целом-то неплохо. Я тут же дэшку за это время немного улучшил. Сейчас как раз добью, у нас по 25 снабжений везде будет от центров. Тем самым барона будет полегче держать в армии. У нас уже 850 тысяч солдат. По две дивизии, местами по три, по четыре. Шаблон, если что, можете заценить. Он не самый идеальный. Это пехота, ПВО и много допок, которым я в будущем еще что-нибудь добавлю. В целом неплохая защита, с учетом того, что еще у нас будет бонус от лесных братьев, от поддержки войны, и от того, что мы окопались, все должно быть вполне себе неплохо. И, кстати, пока мы ждем, можно вполне себе напомнить об истинном враге и дальше пойти, между прочим, за пределы Балтики и примкнуть к союзнику. Нам это никто не запрещает. Кстати, у нас тут есть решение принести столицу в Вильнюс в пресс базовой стабильности. Ну и столицу принесем. Давай. Это, кстати, не сильно на железной дороге скажется. Здесь как раз тоже везде третий уровень. Так что это лишь небольшой плюсик, связанный с тем, что мы стапку получаем. Она у нас почти стопроцентная. А вот и истинный враг. Ну что ж, Советский Союз. Вот кто истинная угроза. Мы получаем укрепление, либо же Германия. На самом деле в Германии много укреплений, но... Ладно. Немец, ты подождешь. А вот Совет сейчас истинная угроза. И мы с вами получаем... Воу, 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 воу! Вот это линия! У нас тут местами теперь... У меня было, если что, второй уровень настроен везде. Теперь у меня местами четвертый, местами шестое, восьмое. А как Советы в это пробиваться-то будут? Мне даже интересно. Это прям жесть. Нам единственное, надо будет скорее всего еще потом вот здесь укрепить территорию, потому что Советы получат Буковину. А так-то норм. С такими укреплениями мы явно выстоим. Советы даже финнов игнорируют, ждут пока 40 дней истечет, и можно на меня будет пойти? Ух, чувствуется в апреле у нас будет веселье. А все-таки нет, Советы пошли на финнов. Да, конечно, у финнов есть бонусы из-за Зимней войны, но, как вы понимаете, Ишка не справится. Жалко, конечно. Было бы неплохо, если бы здесь гарантия была от союзников или еще от кого-нибудь, чтобы финны навсегда стали небольшой такой занозой. А вот и готово оправдание. Еще немножечко, еще совсем чуть-чуть, и на нас пойдут. Да, это будет тяжело. Я, кстати, забыл, Игдыню и Данька закрыть от высадок. Все. Объявление войны. Ну и... Все спокойно, нас никто не атакует. Правда, скорее всего, с авиацией сейчас будет, конечно, туго. Зато хоть один плюс. Мы сейчас с вами спокойненько берем расширенный призыв. Ну и, конечно же, военную экономику. Не зря я политку копил. Можем, конечно, поатаковать, но не знаю, есть ли в этом смысл. Разве что только, знаете где? Вот под пусков ударить, здесь узел забрать. Самое такое приятное место. Давай попытаемся. Заодно посмотрим, что мы можем. А можем, кстати, неплохо, я бы вам сказал. Даже несмотря на то, что такуем ночью и с плохой погодой. Все хорошо. Так что давайте, может быть, еще и к Минску пробьемся. Заберем здесь все важные узлы, которые рядом есть. Да, 17 апреля 40-го года. Мы взяли псков. Все. Советы здесь теперь отрезаны от нормального и адекватного снабжения. Хотя, что и переживает. У меня тут еще 24 дивизии готовят. Сейчас их на фронт разместим, и я думаю, даже начнем понемножку давить. Давайте как раз посмотрим, что из этой атаки выходит. А на самом деле неплохо. Не везде, конечно, под Минском тяжеловато, но все-таки смотри. Даже Минск начинаем пробивать. Ух. А я линию обороны зачем-то строил. Думал, сейчас обороняться будем. А этой особо-то и не нужно. Ну, ладно. Я, собственно говоря, не против. В итоге у нас теперь 90 дивизий будет направлено на фронт. Давайте только все быстренько переберитесь. О, Минск, смотрите, копал. Прекрасно. Правда, у нас потери растут в 20 тысяч, но ничего страшного. Рекруты есть, они увеличиваются. Да и, кроме того, мы скоро будем захватывать не просто земли, а национальные. Да-да-да, посмотрите. Эти земли являются нашими национальными, так что мы здесь сейчас бонусы к атаке и к защите имеем. Вдобавок к этому я сейчас как раз заявляю претензии на большую Литву, чтобы у нас еще больше было претензий. Ну, а со временем, если нам повезет, то мы еще и великое содружество оформим. Получим еще больше промки и людей. Ну, а так, это автоплан. Между прочим, даже ленд-лиз нам теперь идет от союзников. И можно даже специально сейчас уменьшить количество пехотки, истребителей, всего этого добра, чтобы нам реально начали все это ленд-лизить. А, кстати, с какой доктрины-то мы начали противостояние, я вам не показал. А вот уже почти с последней. Да, мы сейчас как раз только во время первой фазы войны набили опыт, и сейчас берем предпоследний. То есть, вообще не воюя, к 40-му году мы получили почти всю веточку доктрины. Не знаю, по-моему, это немного имбалансно для такой мелкой страны. Я понимаю, это грозно я бы держал вроде Германии, Советов могла там, ну, британцам, американцам еще хоть как-то. А тут Литва без особого опыта-то хопа, и вся доктрина забрала. Ну, как-то это немного странно. 13 июня 40-го года, бои за Киев. Здесь, конечно, тяжеловато, но мы все-таки бьемся. Что у нас тут дивизия... А, Советского Союза, но это от Танутовы, да, дивизия? Да, это она от нее. Все, взяли Киев с винами перемирия. Ну, и мы почти побра... Да-да-да, почти-почти-почти, еще немножечко, давай. Надо просто добраться сейчас до Ленинграда. Под Ленинградом меня немного выбили, но ничего страшного, мы в контратаку сейчас идем и под Одессой. Мы почти до Одессы дошли, нас тоже слегка выбили. Все-таки у меня потеря в организации в допке, в ПВОшке достаточно большая. Но с другой стороны, посмотрите, как далеко мы продавили Совету. Это на самом деле хорошее дело, при том сейчас, как раз когда у них основные дебафы идут, это приятно. А, ну, да, конечно же, тут Бессарабию советом отдали. Да, не хватало мне таких вот границ, но держите. По итогу я больше даже спасибо могу сказать за эти территории. Немножко фронт, конечно, на две провки расширился, но не критично. В декабрь 40-го года, по потерям уже миллион с лишним у Советского Союза, нам пришлось немного постоять в обороне, чтобы покопить ресурсы, а заодно позапрашивать ленд-лиз у союзников. У нас теперь немало пехотные снаряги, не нашей, а той, которая нам прислали. Как видите, вообще немецких винтовок 14 тысяч. Делается это все просто, ты специально нанимаешь как можно больше войск, чтобы у тебя тут под несколько тысяч нехватки было. А потом приходишь странный такой запросить ленд-лиз и жмешь там буксируемое, пехотку. Многие страны, конечно, не согласны давать, какие-то извещения, которые вообще ничего не согласны давать. Поэтому пытаешься, пытаешься уловить тот момент, когда они тебе согласны что-то дать и получаешь. И американцы, и турцы, и прочие страны накидали немало. Снаряги, теперь у нас есть более-менее пехотки, грузовиков в запасах, так что можем действовать дальше. Я думаю, даже немного проатаковать Советов. Они потеряли Снарягу, это наш шанс. И не зря я говорил, что это наш шанс. Посмотрите-ка, по большей части, наши атаки вполне себе удачные. Давайте даже агрессивное выполнение поставим, чтобы они сразу же продолжали дальше, дальше, дальше давить. О, и очередная выставка Советов. Эх, Советы, Советы. Так и будете высаживаться, да, пытаясь нас победить. 24 января 41-го года отрезали, смотрите-ка, под Одессой. Эти войска теперь без снабжения. Ну и у нас атака до Москвы прямо очень уверенно идет. Под Ленинградом, конечно, нас особо не пускают, но зато у Москвы уже рядышком-рядышком. Еще небольшой рывок, и будем в Москве. В феврале 41-го пал Севастополь. Ну и идут бои за Ленинград. Конечно, здесь бои, я бы так сказал, не самые наилучшие. А так, начинается битва за Москву. 22 февраля. В марте 41-го пал Ленинград. Посмотрите, все. Даже при том здесь котел удалось сделать. Все, Ленинград тоже наш. Наполовину Совета капитулировали. Кроме того, в это же время Москва тоже оборона пала. Хотя нет, успели дивизию привезти, но толку нет. 11 марта 41-го пала и Москва. Столица переехала в Сталинград. И Советы уже не так хороши. У них даже промка стала меньше, чем у нас. Все, теперь просто зеленая линия атаки. Да, у Советов есть войска, но уже 2 миллиона потерь. Почти все дивизии наполовину истощены. Мои, конечно, тоже страдают, но есть пехота, почти есть арта, немного не хватает лишь допки ПВО. И воздух более-менее контролем, так что все прекрасно. Вот это меня вообще радует. 3 мая 41-го немцы объявляют войну Советом. Германия нарушает пакт Молотова-Риббентропа. Ну, собственно, сейчас это очень необходимо. Хотя в этом есть один плюс. Во-первых, можем пакта не нападения попросить, а во-вторых, попросить Лендлис. И они, скорее всего, нам должны согласиться его дать. Но при условии, что мы, конечно, сейчас, опять же, очень много всего сделаем. Войдем в минуса и потом даже от Италии, скорее всего, что-нибудь можем урвать. Да, смотри, уже ПВО согласен отдать. Думаю, пехотку можно тоже запросить. В итоге, смотрите, ту же самую Румынию мы просим дать пехотку. Например, ПВОшки, ладно, у меня нет, Арту и Допку. Грузовики еще. Отправляем. Получаем 8 тысяч винтовок, немножко всего. То же самое проделаем с другими странами. И, кстати, немец нас зовет к себе в Альянс. Но, извини, немец, это в наши планы не входит. Советов мы, знаешь ли, и в одиночку сможем победить. Осталось-то уж чуть-чуть. Июнь 41-го, бои за Сталинград. Давайте еще подкрепу, еще подкрепу. Мы должны взять этот город. Все, Сталинград пал. У Советов остается 17%. Ну и, понятное дело, снабжение Слава Девостока теперь будет тянуться до сюда. А так, по потерям у нас с вами 777 тысяч и 228 у Советского Союза. Кстати, серьезно, Италия умудрилась 27 тысяч потерять. Я бы даже не против узнать, где и когда. 4 сентября 41-го года мы почти подбираемся к Уралу. И у Советов остается 3%. Но нам еще несколько территорий здесь забрать. Архангельск мы уже взяли. И победа. Скорее всего, нам придется дойти до Урала. Забрать как раз Пермь. Пробиться, скорее всего, к Свердловску. И тогда будет финал. 7 октября 41-го года. 20-20 у Советского Союза. Ну что ж, финальные деньки. И можете заценить потери 3,3 миллиона у Советов. И 900 с лишним тысяч у нас. Не так уж и много, с учетом того, что мы такой же самой пехотой до конца продолжали атаковать. В итоге я весьма странно решил помириться до Уралом. Да? Ослабить Советов. Откинуть их за Урал. И все. Россия теперь наша марионетка. И здесь временное правительство. В связи с эмиграцией. И нерабочее собрание. Интересно, что под реву фокусов у них остается все так же Сталин. Правда, они в культ личности не смогут уйти. Потому что Сталин теперь не глава государства. Но жалко, на самом деле, вассал будет слабый. Потому что Стапки у него не будет. Но зато хоть людских ресурсов будет очень много. Еженедельно плюс 2000. Так что с него можно рекруту в будущем поиметь вполне себе немало. Ну а это наша польско-литовская уния. У нас сейчас не все земли национальные. Но в скором времени, когда мы с вами сходим еще на немцев. И разберемся с ними. Мы сможем прожать великое содружество. И получить национальными территория до Крыма. До Ростова. Здесь много территорий. И тем самым стать весьма грозной силой. Ну что ж, надеюсь вам понравилась серия. Если вы ждете продолжения битвы с Германией. И наконец-таки воссоздания великого содружества. То пишите об этом в комментах. А также ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И до скорых встреч в новых роликах.